Краснофлотский мост Архангельска В Курпус-1 открылось новое отделение регионального многофункционального центра государственных и муниципальных услуг. В поморской столице филиал МФЦ стал пятым по счету. Благодаря многофункциональным центрам около 95% жителей области имеют доступ к государственным и муниципальным услугам. За последний год количество региональных услуг, оказанных через МФЦ Поморья, выросло почти в 9 раз. Подведены итоги народного голосования по выбору официальной эмблемы 80-летия Архангельской области. Из 24 вариантов юбилейного бренда выбор пал на логотип, разработанный местным дизайнером Александром Масловым. За этот вариант проголосовало наибольшее количество северян. Губернатор региона Игорь Орлов поддержал предложение о поощрении всех разработчиков эмблем, вышедших в финал. Что касается логотипов, которые могут быть использованы в процессе освещения этого, давайте мы остальные три поддержим и скажем, что они тоже имеют право на жизнь. С нового года официальная эмблема 80-летия Архангельской области станет украшением всех официальных мероприятий, выпусков региональных районных газет, баннеров и сувенирной продукции. Управление пенсионного фонда информирует всем гражданам, постоянно проживающим на территории России и являющимся получателями пенсии по состоянию на 31 декабря текущего года, будет произведена единовременная денежная выплата в размере 5000 рублей с 13 по 28 января 2017 года. И о погоде. Сегодня в Архангельске пасмурно. Температура минус 7 градусов, ветер северо-западный 4 метра в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова